Давайте откроем послание Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Из этого следует, что Христос и Его Слово – это одно. Это просто. Взгляните еще раз. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего, чего угодно, не пожелаете, то есть, чего хотите, чего очень желаете, просите, и будет вам». Христос и Его Слово – это одно. Иисус – Слово. Слово Иисус. Они одно. «Если Слово обитает в вас, оно производит молитвенный плод». «Как это Слово обитает в нас?» Для этого надо не только поместить Слово в память, а ведь мы именно так были научены. «Когда вы учились, вам надо было запоминать. Но чтобы поместить Библию в сердце, для этого надо не только запомнить Слово. Хотя это, безусловно, ценно и хорошо. Но надо также позволить Слову стать неотъемлемой частью вас». Это как у нас есть гостиная и спальня. «Когда вы заучиваете Слово, это подобно нахождению в гостиной, но не в спальне. А вам нужно войти в спальню, потому что Слово должно жить в вас. Оно должно доминировать в вас, управлять вами и освящать вашу духовную природу. Слово должно стать неотъемлемой частью вас, потому что Иисус может обитать в вашем сердце только посредством веры. А библейская вера приходит от Слова Божьего. Именно библейская вера, а не просто вера. Есть много верований самых разных, но библейская вера происходит от Божьего Слова. Как сказано в Послании Римлянам, 10 глава, 17 стих, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Когда Слово обитает в вас, доминирует в вас, управляет вами и живет в вас, оно производит молитвенный плод «Во имя Иисуса, во имя Иисуса, аминь, аминь, я принимаю, принимаю». И вы просто принимаете. «Иисус, вот я, прости меня». И вы принимаете этот плод молитвы. Если Слово доминирует в вас, Слово, доминирующее в вас, становится господством самого Христа в вас. Позволит Слову иметь право преимущества в вашей жизни, это значит дать самому Христу это право. Скажи соседу, «Позволит Слову иметь право преимущества в вашей жизни, это значит дать Христу это право». Если Слово не имеет этого права в вашей жизни, вы можете забыть об остальном. Вот Христос, а вы идете прямо. Это как магнит. Слово, доминирующее в вас, это господство самого Христа. Господь не встретится с вами, если вы имитируете чьи-то дела. Господь встретится с вами только тогда, когда вы повинуетесь тому, что Он сказал сделать посредством Своего Духа и основываясь на Его Слове. Это и значит действовать в послушании Богу. Как кто-то свидетельствовал сегодня, «Слава Господу, я прыскал утреннюю воду трижды сюда и четыре раза туда, а в полночь прыскал сюда». И вы быстренько все записываете. И когда получаете утреннюю воду, вы приходите домой и повторяете все в точности. вы заводите будильник на полночь, и по звонку встаете, просыпаетесь и начинаете применять воду. Это не сработает, потому что это имитация. Все, что исходит от вас сегодня, это чистая имитация. Вы идете учиться, потому что кто-то изучал маркетинг и позже стал главным менеджером. Вы говорите родителям, что хотите изучать маркетинг. Почему? Потому что тот человек стал миллионером, и он изучал маркетинг. И только поэтому вы хотите учиться тоже на маркетолога. Вы оставили Божье видение на вашу жизнь. Или вы увидели солдат в военной форме, генералов. Это так красиво. И говорите, что хотите быть военным. Только из-за этой привлекательной формы вы оставили Божье призвание в вашей жизни. Это подражание людям. Также я знаю, что многие из вас посещают автопарк, чтобы посмотреть красивые машины. Вы видите Порше и фотографируете эту машину. Сейчас думаете, что по окончании служения вы пойдете и купите такую машину, потому что она очень нужна вам. Наша жизнь полна имитации. Вы смотрите на разные прически, на то, какую укладку сделали люди на свои волосы. Жизнь наполнена имитацией. Вот почему мы крайне ограничены в своих мыслях, делах и вообще по жизни. Вы не можете продвинуться за существующие пределы, когда вы являетесь копией копии. Вы основываете свою жизнь на копии. А в копировании так много недостатков. Не сосчитать, как много у вас бизнес-карт в кармане. Вы архитектор, вы адвокат, вы то, сё. Это потому, что вы не знаете, чем еще заняться. Вы копируете. Каждый раз, когда вы видите, как кто-то преуспел в своей карьере, вы оставляете свою карьеру и кидаетесь туда. Но преуспевание – это вовсе не свидетельство вашего предназначения. Вы можете разбогатеть на том, чем занимаетесь. И все же это не будет вашим призванием с небес. Вовсе нет. Только итог покажет, было ли это вашим призванием. Скажи соседу, итог покажет, что то, что я делаю, это мое призвание от Бога. Если бы не так, то что бы было сегодня с людьми, подобными мне? Это унаследовано от апостолов. Они заплатили цену. Это то, чем я наслаждаюсь сегодня. Цену, которую заплатите вы, будет радостным наследием для ваших детей. Вот почему мы говорим, что конец дела – лучше его начинание. Потому что все друг друга копируют. Никто не терпелив достаточно для того, чтобы ожидать Бога, чтобы услышать Его. Это слишком быстро, если вы сейчас скажете, «Вот мое призвание. То, чем я занимаюсь, – это призвание с небес». Нет, нет, конец дела – лучше его окончание. Скажи своему соседу, не начинатель – обладатель дела, а тот, кто заканчивает его. Когда вы начинаете забег, вы начинаете быстро-быстро бежать, а кто-то еле бежал позади вас. Но перед самым финишем вы внезапно падаете. И тот, кто был там, пробегает мимо вас и получает награду. Итак, мы должны очень критично подходить к вопросу веры и смотреть, как это влияет на вашу жизнь. Вы живете по вере? Вы человек веры? Если вы продолжаете копировать, будучи недостаточно терпеливым, чтобы ожидать Божьего направления, вы начнете хорошо и потом будете возвращаться туда, где начали. Вот почему вы видите у людей взлеты и падения. У столь многих в жизни постоянные колебания. Копия не выдержит испытания временем. Вот почему, когда приходят трудности, вы сетуете и жалуетесь. Трудности обязательно придут, но копиист не сможет выдержать эти трудности. Кто господин копия? Человек – господин копия. А господин оригинала – это Бог. Никто не может созидаться на философии или на теории о слове. Вы не можете так ходить с Иисусом. Это невозможно. Или на истории. Здесь история. В этой Библии, на которую вы полагаетесь. Вы хотите слушать истории об Илле и Елисеи. Нет. Это слово должно жить в вас, и вы должны жить в слове, чтобы ходить с Иисусом. Вы можете быть причастниками Христа, только если слово доминирует в вас. Так вы становитесь частью Христа. И тогда вы сможете явить Христа. И Иисус. И вы видите Его явление незамедлительно. Вы можете совершить основательное и истинное посвящение, только когда вы начнете видеть каждый день, как последний день на земле. Вы знаете, что это ваш последний день на земле. И потом вы встретитесь с Ним. Вот что должно быть в сердце каждый раз, когда вы принимаете решение принять Иисуса и следовать за Ним. Сегодня мой последний день на земле. Я хочу следовать за Ним. Если сегодня последний день, что будет? Вы оставите этот мир. И вы в преддверии нематериального, невидимого мира. Вы оставляете видимый мир для невидимого мира. Просто примите это решение. Сегодня мой последний день на земле. Вы перестаете делать то, чем занимались. Примите это решение с такими словами увещевания. И вам нужно свободное сердце, свободный дух, чтобы принять Иисуса. Только свободный дух может привлечь Иисуса. А ваш дух не свободен. Так много всего происходит в вашем сердце. Свободный дух привлекает Дух Божий. Сейчас, чтобы принять Иисуса как своего Господа и Спасителя, начните размышлять над тем, что вы слышите. Начните размышлять или медитировать над посланием, которое вы принимаете, а не думать. Я не говорю думать. Думать вы можете о ваших обстоятельствах, но над словом, которое вы слышите сейчас, вы размышляете, прокручивая его снова и снова в своем сердце. Если вы не будете этого делать, оно останется только на ваших устах. А есть разница между словом в ваших устах и словом в вашем сердце. Слово, которое находится в вашем сердце, высвободит в итоге власть. Есть сила в ваших устах, а верование в вашем сердце высвобождается по вере из ваших уст. Скажите, есть сила в моих устах. Верование в моем сердце высвобождается по вере из моих уст. Когда кто-то говорит «Во имя Иисуса, аминь», приходит сила. И приходит сила, то прежде чем эта сила будет в ваших устах, верование вашего сердца должно быть высвобождено по вере. Когда это верование высвобождено по вере, оно приходит в ваши уста. Есть сила в моих устах. Верование в моем сердце высвобождается по вере из моих уст. Это значит, что вера – это верование или убеждение моего сердца и исповедание моих уст. Сейчас вы начинаете понимать, о чем мы говорим. Вот действие силы. Будь исцелен. И вы видите, как человека трясет. И потом он говорит, что исцелен. Как это происходит? Сила высвобождена из уст. Когда вера высвободила убеждение нашего сердца. Я верю. Нет. Прежде вера должна высвободить это верование или убеждение. Сегодня мы, христиане, веруем, но не имеем того, что производится верой. Вера должна высвободить это убеждение. Прежде чем мы сможем сказать, я верую, что Иисус – Господь. Если это не высвобождено по вере, и вы говорите, что веруете, что Иисус – Господь, то вы говорите сами собой. Чтобы говорить от Иисуса, вера должна высвободить это убеждение, прежде чем оно станет продуктом или механизмом. Я верю, что Иисус – это Господь. А чьей властью? Да, властью того, что убеждение моего сердца высвобождено по вере из моих уст. Для этого убеждения нет иного места, кроме сердца. Это единственное место его обитания. Оно живет в нашем сердце и высвобождается по вере из наших уст. Медитация или размышление относится к сердцу. А думание – это умственное согласие. Вера – это неумственное согласие и неинтеллектуальное соглашение. Чтобы получить веру, все, что вы видели и слышали сегодня с утра, начните размышлять над этим. Медитация относится к сердцу, а не к умственному согласию. Браслет веры, который я вам дал, это не для уст и не для ума, а для сердца. Когда ваше сердце связано с чем-то, ваше тело, ваше лицо, внешность будут оставаться спокойными. Никто не заметит, что вы чем-то заняты. Но если вы бормочете что-то, это не от вашего сердца, а в ваших устах. Медитация – это встреча с Богом. Если вы хотите встретить Иисуса, просто размышляйте над Его Словом, и вскоре вы увидите Его. Я хочу продемонстрировать кое-что. Подойдите, пожалуйста, встаньте здесь. Эта женщина – ближе к этому человеку, который представляет Иисуса, чем тот человек. Если вы хотите прийти к Иисусу, вы доберетесь сюда прежде этого человека. Если мы начнем сейчас медитировать, все будет зависеть от того расстояния, которое разделяет вас с Иисусом. Вы хотите встретиться с Ним. Если сестра начнет медитировать над Словом Божьим, и этот человек будет делать то же, то эта женщина доберется до Иисуса прежде того человека. То есть, если вы хотите встретиться с Иисусом, вы не можете подбежать к Нему, или кричать Ему. Крик не приведет вас к Нему. Также и танец не подведет вас к Иисусу, или грамотная речь. Если вы запоминаете Библию, это не приведет вас к Иисусу. Только одно может привести вас туда. Это когда вы начинаете медитировать или размышлять над Словом Божьим, прокручивая его снова и снова в своем сердце. Библейская вера связана с сердцем человека, с его духом. Итак, если эта женщина призовет Иисуса, он скорее услышит ее, чем того человека. Вера – это небесная валюта, на которую приобретаются небесные ресурсы. Что мы приобретаем? Спасение, исцеление, благословение, преуспевание. Это небесные ресурсы. Сколько у вас веры, столько и небесных ресурсов. В данном случае у этой женщины больше небесной валюты, чем у этого человека. Если она просто скажет «Иисус», он скорее всего ответит. А этому мужчине надо сказать «Иисус» 20 раз, чтобы получить то, что получит эта женщина, призвав Иисуса единожды. Садитесь. Спасибо. Вера – это то, что растет и развивается в нашем сердце или в духе человека. Когда я призываю Иисуса, и человек начинает ходить, то это не значит, что у вас нет такой же веры. Это просто «Вы дальше, а я ближе, чем вы». А вы думаете, что вы не можете так же. Вы можете, но вы несколько дальше. Вам просто надо начать медитировать или размышлять над Словом Божьим, прокручивая его снова и снова. И вы сможете превзойти меня. Никто не рождается свыше без этого семени. Оно есть. Но, возможно, оно бездейственно. Это как если у человека нет денег в кармане, то он говорит, что он бедный. Нет, бедный не тот, у кого нет денег в кармане. А человек без видения. Когда видение того, что ваше благословение близко, остается вами незамеченным, тогда вы бедный человек. Так же и люди говорят, что у них нет веры. Кто вам сказал, что у вас нет веры? Она просто бездейственна. Но у вас она есть. Вера активирует молитву. Запишите это. 90% моего учения – это о вере, вере и вере. Потому что только это угождает Богу. Религиозные люди думают, что им нужно пойти на небеса, чтобы увидеть Бога. Но для нас Иисус пришел, чтобы восстановить общение и отношения между Богом и человеком. Все мы вышли из религиозной среды, и мы отвергли эту идею религиозности, идею того, как это должно быть. И в то же время мы все еще несем эту идею в христианство. Есть разница между религией и христианством. Вот почему мы испытываем так много атак сегодня. Все, что приближается к Иисусу, будет атаковано. Если вы не приближаетесь к Иисусу, у вас не будет и проблем. Но когда вы стараетесь быть очень близко к Нему, у вас много трудностей от рук сатаны. Вот почему так много атак сегодня на христианство. Одно из них в том, что христианство сегодня не в единстве. Христианин – это тот, кто в единстве. Христианин – это не тот, кто пребывает в разделении. Христианство – это единство. Скажи это соседу. Вот как мы узнаем христиан. Они едины через любовь. Они приветствуют в любви. Их любовь видит за пределами ненависти. Их любовь видит за пределами нападок. Религиозная любовь не видит за пределами атак. Когда их атакуют, они атакуют в ответ. То, что вы делаете им, они отвечают вам тем же. Но в нашем случае, когда нам делают зло, мы отвечаем добром. Это христианство, которое оставил Иисус. Люби своего ближнего, как самого себя. Ваш ближний может быть вашим врагом. Или тем, кто не разделяет с вами ту же веру. Любите их всех. Вот что сказал Иисус. Это учение Иисуса. А чем мы сегодня занимаемся? Не говори, что если он не христианин, ты не хочешь видеть его. Не хочешь иметь с ним ничего общего. Любовь видит за пределами этого. Когда я люблю вас, вы можете узнать, кто я такой и кому я служу. Какому Богу. Я могу завоевать душу, только если мы близки друг с другом, а не когда держимся на расстоянии. Вы должны перестать думать о том, где вы были. И начать думать о том, куда вы идете сейчас. Это и есть выход. Если вы смотрите на то, откуда вы пришли, то там нет абсолютно ничего, прославляющего Бога. Размышляйте о том, куда вы идете. И перестаньте думать о том, откуда вы пришли. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Что надо, чтобы принять Иисуса по истине? Это трудно сделать потому, что мы верим в большинство. У вас есть хорошие друзья и плохие, и те, кто влияет на вас. И вы ответственны за то, что вы принимаете в свою жизнь. Вы дадите отчет в последний день. Смотрите на Иисуса, как на последнее слово. И давайте отдадим все наше сердце. Сейчас откройте уста и повторяйте за мной. Господь Иисус, я грешник. Войди в мое сердце. Спаси мою душу. Господь Иисус, спаси мою душу. Сделай меня каналом сияющего света, там, где есть тьма. Сделай меня каналом послушания, там, где неповиновение. Сделай меня каналом прощения, там, где оскорбления. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Будьте сияющим светом, там, где тьма. Мы в мире, но мы не часть его, потому что мир заполнен тьмой. Но когда вы, будучи каналом сияющего света, идете в мире, свет проходит через тьму. Там так много оскорблений, несправедливости. А вы являетесь каналом прощения. Сейчас время посвятить себя молитве. Там, где вы были ложно обвинены, искушения, преследования, придайте себя молитве. Спасибо, Господь. Вы можете сесть. Начните медитировать. Это поможет вам быть занятым. Нет ничего, чего бы вы не перепробовали или не видели, кроме одного – ваших взаимоотношений с Богом. Сейчас пришло время. Начните медитировать или размышлять. Господь Иисус, войди в мое сердце. Я грешник. Омой меня своей причистой кровью. Спаси мою душу. Господь Иисус, сделай меня каналом направления там, где нет направления. Каналом пути, где нет пути. Каналом прощения там, где оскорбления. Начните перезагружать себя сейчас. Господь Иисус, я грешник. Войди в мое сердце. Не говорите «приди ко мне», но «приди в мое сердце», потому что Он живет в нашем сердце. Войди в мое сердце. Омой меня своей причистой кровью. Это драгоценная кровь Иисуса. И спаси мою душу. Сделай меня каналом правды там, где ложь. И тогда вы сами не поймете, как, но там, где вы обычно лгали, вы скажете правду, потому что вы просили о помощи в этом. Вы стали каналом правды, и вы больше не лжец. Начните наполнять себя. Сделай меня каналом благословения там, где бедность. И тогда вы обнаружите, что у вас действительно две природы. Но пока что, сейчас, все выглядит так, как будто действует только одна природа. Я говорю, что у вас две природы. Действует человеческая природа, а ваша божественная природа выключена. Вот почему вам трудно медитировать. Вы прилагаете усилия, чтобы проговаривать это в своем сердце, потому что вам это трудно делать. У каждого человека есть две природы. Но сегодня божественная природа людей выключена, и действует только человеческая природа. А человеческая природа не может молиться. Библия говорит, что мы не знаем, как должна молиться, но Дух Святой помогает нам молиться. Это и есть божественная природа. И мы не можем медитировать посредством человеческой природы. Вы можете медитировать только через божественную природу, потому что она находится в сердце человека. Божественная природа находится в духе человека, в то время как человеческая природа – это умственное согласие, или его память. Вот почему вы молитесь против своих врагов. Ведь своей человеческой природой вы ничего другого сказать и не можете, кроме как, чтобы убрать кого-нибудь с вашего пути. Человеческая природа хочет поквитаться. Она получает радость от возмездия. Но ваша божественная природа оставляет все для Бога. Божественная природа сегодня остается как бы выключенной, неиспользуемой. Нам нужно оживить ее для действия. Спасибо. Благослови вас Бог. Я хочу помолиться с вашим Духом. Отец, избавь мой народ. Избавь мой народ. Вы знаете, что вам нужно избавление. Господь, я хочу быть подобным Иисусу в моем сердце. Это божественная природа. В моем сердце, Господь, я хочу быть подобным Иисусу в моем сердце. Иисусу в моем сердце. Вот так. Спасибо. 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 Спасибо.